Грифельная стена – модное веяние в дизайне интерьера. На ней можно писать объявления, напоминания и даже рисовать открытки. Именно так поступили ученики Чебоксарской академии искусств, ведь впереди день учителя. Совсем скоро эти неуверенные линии, сделанные мелками, превратятся в мальчишек и девчонок, которые спешат поздравить любимого педагога. Дашей Ивановой досталась самая важная миссия – нарисовать главного героя. Более всего было нарисовать глаза и мимику лица. Некоторый глаз может криво посмотреть, и это уже не будет смотреться красиво на групповой композиции. На другом этаже новый шедевр. Идея этой открытки пришла Варе Дуениной. У меня сразу картинка появилась, то, что палитра, потом с другой стороны микрофон, а с другой стороны балерина. И сзади такая картина нарисованная, и наверху написано «Академия искусств». Я это все выдала, и этим вдохновила Алексея Зиновьевича. Смотрите, объясняю. Острая сторона, она чуть-чуть царапает, и не дает жирной линии. Тупая сторона дает жирную линию хорошую. Алексей Сергеев много лет работал дизайнером, проектировал здания. А вот День Учителя в этом году будет отмечать впервые. С 1 сентября он педагог Академии искусств. Что нужно педагогам в этот праздник? Ну, во-первых, радоваться, веселиться, это само собой, это обязательно. И также понимание с детьми, понимать детей. А еще начинать рабочий день с улыбки. По-другому и не получится, ведь по пути в кабинет такие красивые, добрые детские поздравления. Мария Шоклева, Борис Андреев, Республика.